На четвёртом ежегодном заседании Круглого стола представители двух стран подвели итоги стратегического партнёрства между Россией и Китаем. За время взаимодействия удалось организовать работу уже по 104 инвестиционным проектам. Ещё 21 проект на данный момент находится в стадии завершения. Проекты касаются различных сфер экономики, машиностроения, станкостроения и нефтехимии. 78 из них реализуются в рамках гуманитарного сотрудничества. Это культурные, образовательные обмены и молодёжные форумы. Есть инвестиционные проекты, есть гуманитарные проекты, которые обязательно будут реализованы в наших регионах. Будет продолжен формат ежегодного проведения молодёжных форумов. Все эти задачи решаются в рамках общего стратегического партнёрства между Россией и Китаем. Эти задачи нам поставлены главами наших государств, президентом России Владимир Владимирович Путином и председателем КНР господином Синдентином. И сегодня я могу с удовольствием сказать, что эти задачи достаточно успешно решаются. В ходе четвёртого ежегодного заседания круглого стола представителями двух стран были определены и приоритетные направления дальнейшего сотрудничества. Было подписано 14 документов, связанных с реализацией сторонами совместных инвестиционных проектов. Корпорация заинтересована, готова участвовать и готова привлекать недорогое китайское финансирование. Ну, недорогое по сравнению с нашими процентными ставками, это в пределах 4%. То, что, естественно, для нас очень интересно. И в этом случае мы будем иметь возможность реализовать большое количество проектов за достаточно компактный промежуток времени и с недорогой стоимостью финансирования. В свою очередь, член Госсовета Китайской Народной Республики Ян Цзэ Чи в своём выступлении также отметил важность формата «Волга-Янцзы» для развития российско-китайских отношений и высоко оценил результаты межрегионального сотрудничества. По итогам заседания круглого стола прошлого года в Самаре наблюдаются значимые результаты совместной работы. Активизируются контакты между регионами, был запущен целый ряд проектов в торгово-экономической области и в области инфраструктуры, автомобилестроения, фармацевтики, логистики, сельском хозяйстве и в производстве сельхозтехники. Павел Баймаков, События.